Танк Т-34-85 Совершенно иным танком, чем Т-34, что была передана американцам Конечно, тактика технических характеристик этого танка Бронирование, вооружение, мощность двигателя Союзникам были известны В основном эта информация была получена ими из захваченных немецких документов Вот только ни одного образца танка Т-34-85 до 1951 года У наших бывших союзников не было По завершению Второй мировой войны Танкостроение ведущих мировых держав не стояло на месте И к началу 50-х годов Т-34-85 уже нельзя было считать образцом современной бронетехники И все же изучение советских танков завершающего периода Второй мировой войны Могло помочь союзникам определить, в каком направлении движется советское танкостроение Первый образец Т-34-85 попал в руки американских специалистов В марте 1951 года Как это произошло? В 1950 году на корейском полуострове разразилась война между Северной и Южной Кореей В той войне Северную Корею поддерживал Советский Союз и страны соцлагеря А южную, соответственно, США и страны западной демократии Закономерно, что вооружением и обучением армии КНДР занимался Советский Союз А это означало, что основу танковых подразделений Северокорейской армии составляли танки Т-34-85 Естественно, что в ходе боевых действий в качестве трофеев в руки воюющих сторон попадали и различные образцы бронетехники Несколько танков, захваченных северокорейскими войсками, попали в Советский Союз, где они были внимательно изучены Точно таким же путем шли и американские специалисты Танк Т-34-85, захваченный в конце 1950 года американцами в Северной Корее, в марте 1951 года попал в США В Соединенные Штаты, кроме Т-34-85, был также доставлен и новый двигатель В-2 Прибывший танк был некомплектным У него отсутствовали гусеницы, в наличии имелось лишь 6 запасных траков Аккумуляторные батареи вышли из строя Не было пулеметов, радиостанций, приборов наблюдения, прицелов Как определили американцы, танк был выпущен в конце 1945 года, а доставленный двигатель В-2 в 1948 году Трофейному танку был присвоен индекс Ж-812 Американцы тщательно изучили этот танк, сравнивали его характеристики и изменения с обердинской 34-кой Докладами разведки, а также с захваченными немецкими документами В сентябре 1951 года был готов отчет под названием Инженерный анализ русского танка Т-34-85 Документ содержал в себе 462 страницы Американские инженеры отметили значительно возросшую надежность Т-34-85 По сравнению с танком Т-34 выпуска 1942 года Вот что об этом говорилось в отчете Тщательное исследование русского танка Т-34-85 Предоставило множество доказательств, подтверждающих и объясняющих репутацию Эксплуатационной надежности, приписываемую этому танку При этом отмечалось, что Инженерное развитие продолжалось очень активно Было очевидно, что большинство изменений Обнаруженных в результате сравнения с обердинским и немецкими докладами Были сделаны для улучшения характеристик танков И особенно их срока службы А не для упрощения или снижения стоимости Американцы посчитали, что стоимость танка превышает 50 тысяч долларов Стоит отметить, что это соответствовало примерно средней стоимости танков Шерман Цена которых, в зависимости от года выпуска и модификации Варьировала от 44 тысяч долларов до 64 тысяч Ходовые испытания танка не проводились Хотя в отчете было отмечено, что Т-34-85 был в хорошем состоянии И для того, чтобы поставить его на ход Необходимы были лишь гусеницы и аккумуляторные батареи Исследования показали, что при изготовлении узлов и компонентов танка Применялись высококачественные материалы Некоторые из которых по своему качеству Прерасходили те, что использовались в американских танках Было обращено внимание на удобство доступа Для обслуживания двигателя и аккумуляторных батарей Конструкция танка была простой А устранение многих неисправностей было под силу экипажу средней квалификации К числу достоинств отнесли и дизельный двигатель Значительно снижавший пожароопасность машины По сравнению с бензиновым двигателем Хотя было отмечено, что двух ручных огнетушителей Заправленных петрохлорметаном, находящихся в танке, недостаточно Было отмечено, что Т-34, имеющий меньше вес, чем современные средние танки США Несет пушку лишь немного меньшего калибра 85 мм против 90 Низкое удельное давление на грунт 10 фунтов на квадратный дюйм А это 0,7 кг на сантиметр квадратный Посчитали оптимальным И отмечалось, что подобные показатели должны стать целью и для американских конструкторов Бронирование танка сочли эквивалентной бронированию американских средних танков А вот сама броня удивила американских инженеров Ее ударная вязкость оказалась выше, чем технические требования армии США А твердость по Бриннелю превысила твердость аналогичной американской брони на 100 пунктов Вся броня была хорошо закалена, за исключением крыши корпуса Не понравилась американцам броня переднего нижнего бронелиста Ее американцы посчитали слишком мягкой Применение лидирующих добавок определялось как разумное и эффективное Отказ от носовой балки, соединяющей передние бронелисты и переход на V-образные соединения Повысил бронестойкость танка в лобовой проекции Было еще множество различных улучшений, положительно повлиявших на надежность танка Не обошлось и без критики Управление танком признавалось тяжелым и утомительным И это было справедливо, ведь на танке использовались фрикционные механизмы поворотов, а не более современные планетарные Американские специалисты посчитали, что жесткое крепление двигателя Отсутствие глушителей, а также цельнометаллических гусениц способствует повышенной шумности и вибрации, что приводит к повышенной утомляемости экипажа Отмечено отсутствие вспомогательной силовой установки для зарядки аккумуляторов Отсутствие эжектора ствола для снижения загазованности боевого отделения Отсутствие подбашенной корзины, что, по мнению американцев, повышало травмобезопасность членов экипажа при повороте башни Числу недостатков отнесли отсутствие в танке предпускового подогревателя для запуска двигателя в холодную погоду А также то, что во время демонтажа двигателя при рассоединении масляных магистралей масло выливалось внутрь корпуса, так как отсутствовали краны и запорные клапаны Да, наверное, это так и произойдет, если перед снятием двигателя не слить из него и из масляных баков масло Так что это замечание относится к удобству демонтажа двигателя Не понравилось американцам, что электропривод вращения башни позволял осуществлять лишь грубую наводку орудия И его донаводку в горизонтальной плоскости можно было произвести только с помощью ручного привода Воздухоочиститель вновь подвергся критике, хотя на танке был установлен воздухоочиститель иного типа, чем на Т-34-76, который был передан в США Его американцы назвали тракторным и посчитали, что в условиях сильной запыленности он окажется недостаточно эффективным При этом было отмечено, что по приборам танк прошел 741 километр и изношенность двигателя была минимальной Но это американцы отнесли к тому, что танк работал в условиях относительно малой запыленности Отметив, что система охлаждения двигателя улучшилась по сравнению с танком Т-34-76, изученным американцами на Бердинском полигоне, они все же сочли ее недостаточной По мнению американских специалистов, недостатки системы охлаждения и малоэффективный воздухоочиститель не позволят использовать танк в жарких и пыльных условиях Проведенные исследования показали, что при производстве танков в Советском Союзе широко применяются современные технологии Отмечено великолепное литье стали и алюминия, хорошая термообработка деталей, использование как ручной, так и автоматической сварки Высококачественное изготовление и строгие допуски для важнейших деталей двигателя Большинство обнаруженных недочетов, по мнению американских инженеров, произошли по причине нарушения технологии производства Технологическим преимуществом признавалось то, что не было обнаружено никаких признаков того, что для производства танков требуется какое-то специальное обрабатывающее оборудование Большинство работ можно было выполнить на обычных станках Американские инженеры, изучив Т-34-85 и сравнив со старыми отчетами, пришли к выводу, что помимо вооружения Советские специалисты постоянно вели активное усовершенствование танка При этом большая часть работ была направлена на повышение надежности машины Как отмечалось в отчете, в той или иной степени были устранены почти все недостатки и дефекты, которые были выявлены в ходе испытаний танка Т-34-76 на Абердинском полигоне Единственными важными недостатками, которые не были устранены, являлись устаревшая подвеска Кристи и фрикционные механизмы поворотов В отчете отмечалось, было установлено, что исследованный танк Т-34-85 обладает многими характеристиками, считающимися важными для американских танкистов Это подтверждается таблицей основных преимуществ и недостатков этого танка Основанной на сравнении результатов исследования с характеристиками американских танков, находящихся в настоящее время в процессе проектирования и разработки Американские специалисты, изучив советский танк, достаточно высоко оценили боевые характеристики и его надежность Но главное даже не в этом Т-34-85 уже не мог считаться современной боевой машиной На тот период американцы знали, что на вооружение Советского Союза поступили новые, более совершенные танки Изучение Т-34-85 позволило им более полно ознакомиться с возможностями танкостроения Советского Союза И понять, что страна обладает технологиями и специалистами, способными разрабатывать и выпускать современную боевую технику, в том числе и танки А у меня на этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца Оцените его, ставьте лайк или дизлайк и подписывайтесь на канал Будет еще много интересного Субтитры создавал DimaTorzok